Мы продолжаем следить за жизнью большого подорлика Адуванчика, помеченного в 2019 году GPS GSM трекером. Этой зимой, с 2021 на 2022 год, Адуванчик повторно остался зимовать в Адыгее, вместо того, чтобы улететь на Ближний Восток, как его сородичи. Отправимся же в путь и впервые навестим его на зимовке и увидим, какие новости он нам приготовил. На календаре первая половина февраля. Но в Адыгее зима понятие довольно условное. В окрестностях аула Тахтамукай, где зимует Адуванчик, снег лежит лишь в тени перелесков. Погода поминутно меняется, резкие порывы ветра несут с Кавказа то плотные дождевые тучи, то ясное небо. До начала пролета птиц с юга еще далеко, но кое-кто зимовит, здесь, как и наш Адуванчик. Найти его сейчас должно быть гораздо проще, так как других хищников в воздухе почти нет. Но и сигнала от трекера не было уже почти неделю, так что искать придется на удачу. Дорога идет вдоль растительного канала. В небе все же периодически появляются то конюк, то молодой орлан. Ну вот, на секунду сердце уходит в пятки. В водах канала плавает тело какой-то хищной птицы. Неужели это Адуванчик? И ведь его трекер почему-то уже неделю молчит. Птица лежит на спине, так что непонятно, есть ли на ней устройство. Но подождите, вспомним, ведь Адуванчика есть еще и кольцо на лапе. Зайдем с другой стороны. Фуф, к счастью, это не наша птица. Хотя все равно ее жалко. Судя по виду, это молодой орлан-белохвост. Кто знает, из-за чего он погиб. Что ж, отправляемся дальше в поля на поиски нашего знакомого. Вот самый любимый его участок между двух полей, на котором Адуванчик обычно проводит больше всего времени. Подождем его здесь. А вот, кажется, и он сам. Да, точно, это он. На спине отчетливо виден трекер. Окраска у него продолжает меняться. Сейчас он уже выглядит почти совсем взрослым. Паря над рисовыми полями, он высматривает добычу. Для него это идеальный кормовой участок. Вероятно, именно поэтому он уже второй год зимует здесь, не тратя сил на дальний перелет в ближневосточные страны. Интересно, случайно ли он узнал об этом месте, или все же подорлики идут напролет сообща. До сих пор об этом, как и о многих других особенностях жизни этих редких птиц, нет достоверной информации. Например, иногда можно наблюдать стайный пролет коршунов. Но делают ли также большие подорлики, пока не могу сказать, так как объективных данных мало. Но вот появляется другая крупная птица. Это тоже большой подорлик. И она приближается к одуванчику. Внезапно оба они начинают выделывать в воздухе занятные фигуры. Да ведь похоже, что это брачные игры. Неужели одуванчик уже нашел себе подругу? Вообще-то, по имеющимся данным, должен пройти еще как минимум год, прежде чем он достигнет полной зрелости и задумается об обзаведении семьей. Но насколько эти данные точны? Ведь этот вид очень мало изучен. Вероятно, они могут создавать пары и в более раннем возрасте. А возможно, что это пока лишь игра, имитация взрослого поведения, так сказать, первые пробы себя в этой новой сфере жизни. Может и вовсе просто выяснение отношений между двумя хищниками из-за кормовой территории. Не станем гадать, время покажет. Мы будем внимательно следить за дальнейшей судьбой одуванчика, и если пара сложится уже в этом году. Мы обязательно это увидим.